приветствую! с такой четкостью изображения вы еще Луну на моем канале не видели этим летом была неделя с хорошим состоянием атмосферы и я провел много ночей делая снимки и видеозаписи Луны и планет с высокой детализацией в этом видео традиционный обзор лунного терминатора с остановками на интересных объектах рельефа напомню терминатором на Луне называют область между светом и тьмой где падают тени и хорошо видны детали рельефа также напоминаю видео в full hd 1080p так что не забудьте выставить максимальное качество изображения которое поддерживают ваше устройство и разверните видео на весь увеличение которое указал условное я его определил сравнивая вид масштаба поверхности Луны в окулярах при наблюдении глазом и на экране ноутбука с астрокамерой описывая милий 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 Продолжение следует... При детальном рассмотрении Луны в крупный телескоп на ее поверхности видны трещины. Многие из них являются провалами, вызванными вулканическими процессами в прошлом. Итальянские ученые предположили, что на Луне есть огромные пещеры, в которых можно было бы построить обитаемые базы. Специалисты изучили цепочки обрушений и выяснили, что лавовые трубки на Луне почти в тысячу раз больше, чем на Земле. Они могут быть в длину свыше 40 километров, делая Луну превосходной целью для подповерхностных исследований и возможных поселений. Расскажу, как я получаю такие четкие снимки из записанных видео. Видео пишу в несжатом он компрессит качестве. Например, двухминутное видео занимает 22 гигабайта. Потом я анализирую видеофайл в программе Registax, как показывал в ролике о Сатурне. После применяю и в лето, программно корректирую диспенсию, вызванную атмосферой Земли, корректирую кривые и много другого. Когда вы делаете простое фото обычным фотоаппаратом или смартфоном, то обычно процессор обрабатывает уже заданный алгоритмом один или несколько снимков и вы получаете красивое селфи с друзьями на экране. В астрофотографии сложнее. Здесь мы имеем возможность корректировать получение снимка от начала съемки до итогового результата. Зачем? Воздушная оболочка земли неспокойно. Воздух над нашей головой буквально кипит. Воздух разной температуры имеет разную плотность и в воздухе преломляются световые лучи. Проще говоря, атмосфера мешает нам увидеть космос четким. Но если мы получим 5000 фотографий, мы можем отобрать из них 50 самых четких снимков и сделать один усредненный из этих. Это, конечно, я описал вам планетную фотографию в двух словах. Очень часто подготовка к съемке занимает 2 часа, сама съемка 1 час, а обработка полученных материалов 20 часов. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!